МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. На мясоперерабатывающем заводе «Промагра» приступили к пробному пуску. Хорошая партия папы элитных пород пополнили поголовье центра по производству семени. Любовь с первого взгляда, специалист труддома для свиней Юлия Болгова за 10 лет работы помогла появиться на свет тысячам поросят. Строительство второго мясоперерабатывающего завода «Промагра» мощностью 240 голов в час вышло на финишную прямую. Специалисты приступают к очень важной и ответственной части работ. Пусконаладки в цехе убоя животных. Основное оборудование здесь представлено немецкой компанией «БАНС». Тестировать его наши инженеры будут под контролем специалистов фирмы-изготовителя. Мы завершили монтажные работы оборудования и системы управления и приступили к пусконаладке данных систем. Монтаж осуществляется силами специалистов фирмы «БАНС». Происходит подключение всех первичных вторичных цепей управления. Мы планируем, чтобы залогом данной работы была качественно выпускаемая продукция. Специалисты немецкой фирмы задействованы на каждом этапе установки оборудования – от начала монтажа до полного запуска. В ближайшие две недели планируют прокрутить все звенья линии убоя. В этот период мы протестируем коммуникационный кабель, а потом все машины в грязной зоне, в том числе ошпарочный чан и обезвалашивающую машину. Пока будем проводить работу без животных. Оборудование нового завода из области высоких технологий. Здесь продумано все до мелочей. Большинство процессов автоматизировано, ручной труд минимален, потребуется лишь на линии разделки. Но даже на этих операциях рабочие руки со временем может заменить робототехника. С каждым годом появляется все больше и больше разработок. Посмотрите на нашу схему. Тут прорисованы роботы, которые распиливают свинью на полутуши. Также могут вынимать из животных белые органы. То есть заложен фундамент под модернизацию. По желанию заказчика можно сделать линию еще более автоматизированной. Бок о бок с иностранцами трудятся местные специалисты. Слесари, инженеры, действующего мясоперерабатывающего завода «Промагра» с большим интересом подключились к работам еще на стадии монтажа. Завод новый, оборудование новое, все интересное. Довольно сложное будет оборудование. В обслуживании, думаю, справимся. Подключением занимаемся, наладкой. Будем запускать первые пробные. А потом 15 мая конкретный большой запуск будет пробный. Завершаются работы и в цехе термической обработки. Параллельно с наладкой оборудования идут общестроительные работы. Специалисты ведут отделку здания под административный корпус, благоустраивают территорию завода, возводят инженерную инфраструктуру. По графику движутся работы по обеспечению завода электроснабжением. Планируем закончить работу срок в соответствии с тем, как и обещали заказчику. И очень приятно работать с «Промагра». Очень удобно, комфортно общаться. Проблемы решаются оперативно, все, которые возникают. Высокий уровень взаимопонимания обеспечивает общий успех. Чтобы успеть вовремя, все силы в проект вкладывают и заказчики, и исполнители. Крупная партия породистых реков пополнила элитное поголовье Центра по производству семени Хорошилова. Самцы-производители европейского происхождения с российской пропиской. Компания «Промагра» закупила их в Курской области у официального представителя зарубежной компании «Топикс Норсвин». Элитных животных в Староскольское село Хорошилова доставили специальным транспортом. В этом большегрузе молодые хреки провели несколько часов. Условия – как в комфортабельном доме на колесах, теплые полы, вентиляция, автоматические системы кормления и паения. 40 животных породы «Крупная белая» вырастили в Курской области. В селекционно-гибридном центре «Псельская». Но генетическая база – европейская. Порода выведена специалистами компании «Топикс Норсвин» – мировым лидером в племенном свиноводстве. Несмотря на санкции перекрытия границы, мы связаны с нашей племеной структурой путем ввоза креков из Норвегии, из Канадии, из Перм и из Евросоюза. Считается, что один из лучших репродукторов все такое в нашей пирамиде по всему миру. С компанией «Топикс Норсвин» в «Промагро» начали сотрудничество три года назад, постепенно обновляя генетическую базу. В прошлом году переход на элитные породы завершился полностью на всех трех свинокомплексах. Результаты не заставили себя ждать, ведь именно генетика определяет здоровье животных, многоплодие, скорость и эффективность набора веса, а также качественные показатели мяса. С компанией «Топикс Норсвин» мы работаем с 2013 года, что уже значительно мы ощутили улучшение наше. Увеличился выход живооруженных поросят на 12-голов на свиноматку. В среднем, да. И категорийность мяса увеличилась. В первой категории, да. Вместе с новоселами численность центра по производству семени – 225 самцов. 40 элитных поросят позволили обновить поголовье хрячника. Возраст молодняка – 3-6 месяцев. Средний вес – 114 килограммов. Перед тем, как приступить к работе, будущие отцы должны пройти полное медицинское обследование. Карантин будет проводиться в течение 30 дней. Будем исследовать все инфекционные заболевания, чтобы не допустить. Компания «Топикс Норсвин» нам уже предоставила, что они провели свои исследования со своей стороны. Ну, в течение месяца проводим со своей стороны. Уже в мае «Топикс Норсвин» доставит в Старый Оскол еще одну крупную партию животных. На этот раз элитных свиноматок. 750 голов ремонтного молодняка заменят предшественниц на свинокомплексе «Оскольский бекон-1». Ферма воспроизводства свинокомплекса «Оскольский бекон» круглые сутки пестрит и визжит. Особое место, где племенные красавицы с белесыми ресницами становятся мамочками, а любопытные поросята делают первые шаги. В своего рода перинатальном центре для свинок ежегодно появляются на свет тысячи животных. Целую. Я говорю, что не надо. Я говорю, ну как же не надо. И хочется. Сколько поросят прошло через ее умелые руки, Юлия Болгова уже не считает. Она почти 10 лет трудится на «Оскольском беконе», сегодня в должности заместителя начальника площадки. Юлия Васильевна контролирует все звенья воспроизводства. Осеменение свиноматок, вынашивание, опороз. Кстати, одна мамочка дает от 10 до 20 поросят. На ферме новорожденные находятся до 4 недель, пока не окрепнут, после чего их перевозят в корпуса доращивания. Этим малышам всего 5 дней от роду. Сейчас для них как никогда важен правильный уход, витамины и внимание. Именно здесь, в корпусе, где поросята проводят первые дни жизни, наша героиня любит бывать больше всего. Отсюда она начинала свой профессиональный путь на предприятии. Здесь вся моя, как говорится, сознательная жизнь. Люблю. Люблю этот корпус, бегу быстрее сюда, узнать как, что. Бывает же, что мамочки у нас и приболеют, и что, перекинешь их к другой маме, бежишь на утро посмотреть, как они поправились. У поросята тоже есть любимчики. У них разные там то ушки, то пятнышки какие-то особенные. И долматинцы мы их называем, если пятнистые. Уши, если по ухе, там у них у нас и зайчики, и медвежата. И придумываем, как и с детьми со всеми. С материнской заботой к своим подопечным относятся и остальные работники комплекса. Большинство из них трудятся бок о бок уже много лет. Я работаю уже 11 год, третий год уже на пенсии. Вот, работа нравится мне. Работаем, ну, от души. Главное вырастить поросяток, а не как дети наши малые. Свою работу мы любим. Работаем со всей душой. Ты не будешь работать, не будешь отдавать свою силу, значит, и зарплата такая будет. Ну, я думаю, наш бекон, вот, 11 год я работаю, он в отстающих никогда не будет. То, что нам дает руководство, мы стараемся все выполнять. Никак, вниз нельзя, только вверх, вверх и вверх. Юлия Болгова – человек неуемной энергии. Сил ей хватает не только на семью и нелегкий труд, но и на учебу. Шесть лет назад поступила в Белгородский сельскохозяйственный университет и уже этим летом получит диплом по профессии зоотехник. Кстати, 18-летний сын пошел по стопам матери. Тоже трудится на скользком беконе, оператором площадки от корма. Этой весной собирается в армию. Как сложится его судьба после службы, Юлия Васильевна не загадывает, но уверена, здесь, на малой родине, он сумеет реализовать себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова